Уважаемые раки, всем доброго времени суток. Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ТОРО прогноз на неделю с 4 по 10 сентября включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня просматриваем общие энергии всей этой недели? Все, что касается личной жизни, дома, быта, семьи, взаимоотношений, рассматриваем вашу профессиональную сферу, возможные доходы, расходы, кредитные линии, если для вас это важно. Расклад автоматически высветит слабые и сильные стороны вашей жизни. Посмотрим, что в скрытых факторах, подведем итоги этой недели и посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. И та карта, которую я достану, самая последняя, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте сейчас о своем желании. А я напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр можете сделать как по асценденту, так и по своему основному знаку зодиака. И то, и другое верно. Таким образом у вас будет больше информации для анализа, для сравнения. Думайте о своем вопросе, кому нужно больше времени. Нажимайте на паузу, а я начинаю стартовать с выкладкой. Итак, ваша первая карта. Уважаемые раки, все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению. Я вижу, что в основе вашего расклада есть достаточно много сильных карт. Это карта солнышко, это десятка монет, это колесо фортуны. Даже только эти три карты говорят о том, что вы можете быть очень успешными людьми. Я вижу, что есть очень много целей, амбиций. На первый план для вас выходит прежде всего ваша семья. Для вас очень важно все то, что происходит в вашем доме, в быту. Для вас важно также и то, насколько комфортно и хорошо вашим близким рядышком с вами. Но при этом вы не забываете о карьере и о собственных амбициях, потому что для вас важно развитие. Очень много стремлений. И я вижу, что высшие силы вам дают возможности для того, чтобы вы могли себя в чем-то реализовать. Возможно, в доме кого-то из вас недавно был праздник, может быть, вы что-то отмечали. Может быть, на самое ближайшее время, может быть, в этом периоде у кого-то будет семейное торжество. Может быть, вы просто хотите отдохнуть. На все ваши нужды, то, что я вижу по раскладу, у вас будут финансовые возможности, потому что в дом финансов для вас выпала карта старшего аркана колесницы. И эта карта показывает прорыв в финансовой сфере. То есть вы можете зарабатывать и больше, и лучше. А те, кто без работы, это все шансы работу найти. Тем более, что в центр расклада выпал замечательный старший аркан, карта звезды. Но в основе вашего расклада я вижу луну. Эта карта показывает то, что очень много внутренних переживаний, может быть, каких-то внутренних комплексов, страхов. Эти страхи, может быть, связаны с родом, с домом, с семьёй, может быть, с прошлым вашей семьи. Это могут быть какие-то программы ваших родителей, дедушек, бабушек. Многие из вас очень впечатлительны. И не всегда вам легко, возможно, контролировать где-то свои эмоции. Вы очень резко можете реагировать на лунные циклы, в особенности полнолуния, новолуния. У вас может быть либо резкий прилив энергии, либо наоборот, вы можете чувствовать энергетическое опустошение. Из-за внутреннего состояния, возможно, вам порой сложно на чём-то концентрироваться. Но я по раскладу вижу, что вы достаточно сильные люди, и вы пытаетесь организовывать свою жизнь, своё личное пространство и во многом работать над собой. Ваш расклад начинается с «Рыцаря чаш». Это карта позитивных энергий. И она говорит о том, что неделя начинается замечательно. В начало этого периода вы входите с прекрасным настроением. Великолепная карта как для женщин, так и для мужчин. Но для мужчин она в особенности хороша. Потому что даже если меня смотрят мужчины, вы явно выглядите моложе своих лет. Или это ваше внутреннее состояние, это творческие порывы, это желание в жизни как-то себя реализовывать. Для женщин карта может показывать поддержку мужского лица, дружбу от мужчины. Это может быть друг, любимый. Это может быть родственник. Для кого-то это может быть старший сын. Это может быть просто хороший знакомый, с которым вы что-то будете обсуждать. Но это положительные известия. Это чьё-то желание, возможно, с вами встретиться, увидеться. Великолепная карта для влюблённых. В особенности для тех, кто только начинает свою личную жизнь выстраивать. Эта карта гарантирует встречи, свидания, романтические отношения, влюблённость и взаимность. Определённо знаки внимания. Карта может показывать желание поехать куда-либо отдохнуть, зарядиться позитивными эмоциями, просто с кем-то поговорить по душам. И такая возможность у вас будет. Всё, что вы для себя запланируете на понедельник, у вас будет получаться. Даже серьёзные дела вы можете решать с лёгкостью в лёгкой и непринуждённой обстановке. Общий запас энергии великолепный. В начале этого периода вы можете ощущать душевный подъём, прилив энергии. Но к концу недели я вижу резкий эмоциональный спад, потому что к концу периода выпала карта Луны. На входящие события я вижу тройку жезлов. Эта карта предполагает то, что вы очень социально активные личности. Вы можете общаться очень со многими людьми, вы можете проделывать очень большой объём работы. Многие что-то могут делать дистанционно, работать или учиться, потому что в центр выпала карта Старшего Аркана Звёзд, а эта карта показывает любого рода развитие. По тройке жезлов вы умеете коммуницировать с другими людьми, вы умеете договариваться. Вы показаны как человек, обладающий лидерскими способностями, который может ещё других людей за собой повести. То есть вы способны что-то организовать. Карта может показывать и то, что вы ждёте в вестей от кого-то на расстоянии. Это может быть переписка издалека, может быть у вас друзья или родственники за границей. Также вы по этой карте можете уже ожидать результатов от ранее в чём-то проделанной работы. Я вижу, что ваше внутреннее состояние довольно-таки спокойное, потому что вы знаете, что то, что вы заслужили, вы получите. Это или нужная для вас информация, или это финансовое вознаграждение за проделанные труды. Возможно, кто-то ожидает новостей, связанных с дорогой, если вы для себя запланировали дорогу на ближайшее будущее. То, что касается дорог на дальние расстояния, тут могут быть большие знаки вопросов, но по месту, по местности вы можете перемещаться беспрепятственно, потому что я вижу очень много лично вашей активности и постоянное взаимодействие с другими людьми. Притом во многих процессах лично вы будете проявлять инициативу. Конечно, по звёздам это заслуженный успех, это уважение в обществе, это признание и авторитетность ваша для других людей. То есть на вас многие могут равняться, с вас многие могут брать пример. Очень много информации вы получаете через соцсети, и через соцсети вы можете общаться с огромным количеством людей. У вас могут быть единомышленники, у вас может быть интересное творческое занятие. Если такового до сих пор нет, то вы обязательно должны развиваться, потому что возможности здесь я вижу. По семёрке чаш я вижу, что есть очень много желаний, но пока вы не все их реализовали. Это говорит о том, что вы не полностью пока себя ещё в чём-то открыли, и вам себя ещё предстоит развивать и открывать. Высшие силы вам помогают, потому что это карта вашей путеводной звезды. И сами небеса во многом вам в этом периоде благоволят. Поэтому для многих из вас эта неделя будет успешной, продуктивной, наполненной хорошими событиями. По раскладу прослеживается как ваша активность, так и активность других людей в отношении вас, потому что люди к вам тянутся, с вами хотят общаться, с вами хотят сотрудничать. И те, у кого есть работа, здесь может быть очень много переговоров, обсуждения рабочих процессов. Притом во всём я вижу творческий подход и некий порядок, который вы пытаетесь соблюдать. Может быть, в чём-то есть последовательность, планирование, далеко идущие планы. Великолепные карты для многих из вас, но слабой стороной вашей жизни всё-таки является что-то внутри вашего дома, внутри семьи, то, что связано с семьёй и самыми близкими людьми. Вот здесь очень много переживаний. Давайте всё-таки возьмём дополнительные карты для тех, кто при работе и для тех, кто пока не работает. Для тех, кто при работе, я вижу, что вы можете совмещать сразу несколько интересных проектов или и учиться, и работать одновременно. Вы можете сами быть для кого-то хорошими учителями. Вы можете организовывать какие-то кружки, мастер-классы. Вы можете сами учиться в группах или самостоятельно. Здесь я не вижу никаких преград. Для тех, кто при работе, для вас выпала карта старшего аркана повешенного. Конечно, карта может говорить о том, что многим в работе вам приходится жертвовать. Скорее всего, основному делу вы отдаёте очень много сил и жизненной энергии. К работе вы можете быть очень сильно привязаны. Но, возможно, в этом периоде, в некоторых моментах вы как будто бы или ощущаете некоторый застой, или вам приходится чего-то ожидать. Потому что карта говорит о напряжении. Возьмём для вас дополнительную карту, и это туз монет. Возможности что-то исправить, улучшить, вывести на новый уровень для вас будут. И не забывайте о том, что вы можете ещё параллельно, дополнительно что-то для себя вести или иметь, с чем-то ещё работать. Это могут быть какие-то ваши собственные идеи, которые вы можете пытаться воплотить в жизнь. Это могут быть любые предложения от других людей, которые вам также стоит рассматривать, потому что вы по тузу монет, сто процентов сможете заработать. Для тех, кто в этот период вошёл не работая, даже судя по центральной вертикальной линейке, тут явно прослеживается выбор, и то, что у вас даже на сегодняшний день есть варианты. Всё зависит от вас. Но всё-таки я возьму дополнительные карты для тех, кто без работы. Для вас выпала карта восьмёрки чаш. Конечно, эта карта говорит о том, что на ваше общее состояние во многом влияет что-то то, что происходит в личной жизни, потому что вы на кого-то обижаетесь, вы с кем-то не хотите общаться. Вам хочется каких-то перемен, но вы толком не понимаете, куда двигаться и как, пока вас ещё что-то тормозит и сдерживает. Возможно, неопределённо с тем или иным выбором. И при ваших талантах по Луне я вижу, что всё равно очень много сомнений. А карты говорят о том, что вам не нужно сомневаться, вам нужно просто действовать. Самое главное — не сидеть и не ждать того, что что-то произойдёт само собой. И возьмём для вас ещё одну карту на совет. Это карта «Десятки чаш». Конечно, это радость, это успех. И даже в данном периоде, пока вы не работаете, кто-то из близких людей готов вас поддержать. Возможно, и то, что с будущей работой вам может помогать кто-то из дома, из семьи, или вы, может быть, обдумываете работу на дому. Это могут быть и ваши друзья, знакомые люди, которые для вас близки, те, кто вхож в ваш дом, те, с кем вы можете обсуждать что-то для себя по работе. Но на сегодняшний день эта карта больше показывает отдых и то, что пока у вас есть возможность побыть дома. Вас также на ближайшее время могут ждать приятные моменты, потому что это отдых, радость, возможно, любые торжественные события, когда вас куда-то приглашают, или вы сами захотите такой праздник для себя и для близких организовать. Немаловажно то, что в дом финансовый плакарта колесницы, а это однозначно финансовый успех, и многие финансовые сделки в этом периоде будут проведены успешно. Для тех, у кого есть долги или кредиты, я вижу, что вы можете их с легкостью закрывать. По финансированию открытая дорога, то есть здесь вы можете при желании оформить для себя и кредитную линию, если она вам очень нужна. Также, если вы у кого-то захотите деньги одолжить, скорее всего, вам не откажут, если в этом есть необходимость. Но я вижу, что по колеснице вы стараетесь решать вопросы любые со своих собственных денег для того, чтобы ни от кого не зависеть. Но если у вас есть собственные должники, скорее всего, вам кому-то нужно напомнить о том, что вам должны, потому что собственные деньги все-таки сложновато вернуть. И даже если вы хотите оформить кредит, стоит хорошенечко подумать и взвесить все за и против. То, что вы его получите, это 100%. На внешний мир для вас выпала карта принца Жезлов, и она может показывать о любых важных переговорах, встречах в этом периоде, которые также могут быть успешными. Ну а теперь перейдем к вашим личным отношениям. Вначале заглянем в гости к нашим семейным парам, и для вас выпала карта Королевы Чаш и Семерки Чаш. По поводу личных отношений очень много эмоций. Если говорить о женщинах, вы очень привязаны к своей семье, и вы очень многое делаете для ваших близких. Но несмотря на вашу душевность, я вижу, что все-таки вы немножечко в стороне друг от друга, потому что ваш партнер как-то сам по себе, а вы больше сами по себе. Каждый из вас пытается сохранить эти отношения. Но если говорить о вашей второй половинке, либо ваша вторая половинка во многом проявляет несерьёзность, может быть, просто не хочет на себя в чём-то брать ответственность, по крайней мере, в этом периоде. И я вижу, что у вас совершенно разные мечты и совершенно разные надежды. То есть вы мечтаете о разном. Я не вижу какой-то одной общей цели. Но вас очень многое может объединять. И во многом вы могли бы друг друга дополнять. То, что я вижу по картам, всё-таки больше женщина доминирует в отношениях. И именно женщина здесь выступает как хранительница очага. Возможно, у вас и есть общие цели, но вы всё равно каждый действуете по-разному. Ну а теперь перейдём к нашим свободным ракам и посмотрим, что у вас. Для свободных выпала карта старшего аркана «Солнышко», десятка монет и карта старшего аркана «Колеса фортуны» тоже под номером 10. Две десятки. Великолепно. Два старших аркана, лучших. Амбиции, возможности, перспективы в этих картах всё одним словом, всё в одно предложение. Радость от получаемых возможностей. Возможность реализации во многих направлениях. Безбедное существование по центральной карте. И у кого-то это могут быть дополнительные источники доходов. Возможно, накопление денег. Возможно, приобретение крупных покупок для себя или для близких в этом периоде. Может быть, кто-то подумывает о покупке машины или кто-то, может быть, хочет поменять машину. Тоже прекрасные карты. Для личной жизни, в особенности для тех, кто встречается, карты гарантируют то, что ваши отношения будут развиваться. Возможно, вы уже живёте под одной крышей. У вас есть общие интересы, общий отдых и общие планы. Тут может быть дополнительно финансовая поддержка того человека, который рядышком с вами. И может быть такое, что у каждого из вас есть своё прошлое. У вас могут быть дети от прошлых отношений. У человека, с которым вы рядом, могут быть дети от прошлых отношений. Но это не является помехой для вашего счастья, потому что ваши отношения будут идти вперёд. И вас ещё ждут очень интересные не только совместные планы, но и важные разъезды, дороги. Возможно, вы что-то захотите поменять радикально, например, сменить место жительства, сделать какую-то совместную крупную покупку. Для тех, кто только в поиске своей второй половиночки, вам нечего бояться. В этом периоде вас может ждать очень много интересных знакомств. Даже если это не произойдёт в течение этой недели, я вижу, что в течение года вы свою личную жизнь сможете устроить. Но то, что вы с кем-то будете общаться, это точно. В вашу жизнь может войти очень достойный человек. Что в скрытых факторах? В скрытый фактор выпал принц монет, карта старшего аркана правосудия и пятёрка чаш. Продолжаем над чем-то работать по рыцарю монет. Это сотрудничество постоянно с кем-то. У кого-то это могут быть и деловые дороги, командировки. Но в работе, скорее всего, или по финансам вам нужно будет что-то пересматривать или что-то приводить в порядок. Возможно, по юстиции. Кому-то нужно будет приводить в порядок документы, что-то оформлять или переоформлять. Если у кого-то что-то проходит через Госдома, что-то решается с помощью официальных лиц, то на решение вашего вопроса понадобится время, и во что-то ещё нужно будет вносить ясность, что-то нужно будет корректировать. На самых близких людей я вижу, что есть обиды. Если вы с кем-то ранее расстались, возможно, есть внутренний страх того, что кто-то из прошлого может о себе напомнить или кто-то может со своими проблемами, может быть, даже это кто-то из ваших родственников, приходить к вам с этими проблемами, чтобы вы помогли их решить. Если кто-то находится в состоянии разводов до тех пор, пока вы не поставите точку на прошлых отношениях, вы не можете нормально начать новые, хотя у вас есть все шансы для того, чтобы быть счастливыми. Очень много родовых обид, и повторюсь, что у многих из вас сложная родовая программа, которую вы проходите, как будто бы вам нужно закрывать какие-то долги прошлого или исправлять ошибки ваших предков. Это может быть и кармическая отработка, которую вы также можете ощущать. На завершение этого периода выпала карта Луны. В позитиве эта карта может показывать прекрасную интуицию, погружение в себя, размышления о смысле жизни, философские размышления. Возможно, кого-то из вас увлекают. Может быть, кому-то интересна психология других людей, и вы это изучаете. Вы можете изучать всё, что угодно по этим картам. Это может быть ваши собственные обязательства перед семьёй, перед близкими людьми, и, возможно, в выходные вы занимаетесь вопросами ваших родных. По факту вы не занимаетесь собой по этой карте, а многим из вас нужен эмоциональный отдых. Но если в выходные дни вы будете заниматься только вопросами дома или семьи, отдохнуть вы точно не сможете. Вам нужно всё-таки собственное пространство, и свои потребности вы в чём-то должны удовлетворять, но не всегда получается. Давайте посмотрим на карту дополнительного совета или карту форс-мажора. Здесь мы видим карту старшего аркана Шута. Прекрасная карта для всего нового. И она говорит о том, что вас ещё ждут очень масштабные обновления. Но всё новое в вашу жизнь принесёт позитив. У многих из вас будет возможность начать что-то как бы с чистого листа, начать сначала. И эта карта настоятельно вам рекомендует что-то менять в своей жизни и не бояться перемен. В будущем для кого-то это может быть действительно новые знания, для кого-то это могут быть и поездки за границу, вас чем-то могут приятно радовать ваши дети, тех, у кого есть детки. Так как всё-таки это карта неожиданности или форс-мажора для достаточно молодых женщин. Эта карта говорит о том, что есть большая вероятность беременности. Поэтому если вы этого не планируете, то предохраняйтесь. Ну а теперь давайте посмотрим на карту вашего желания. А сбудется ли оно? На ваш вопрос выпала семёрка жезлов. Эта карта говорит о том, что желаемое вы получить можете, но получите вы его исключительно в борьбе. И скорее всего вы сами для себя это понимаете, что нужно будет побороться за своё счастье, за свои идеи, за свои желания. Явно кто-то вам тут противостоит или кто-то вам мешает, или кто-то с чем-то не согласен, потому что вы с кем-то как будто бы спорите. Вам нужно отстаивать свою позицию. Давайте возьмём ещё несколько дополнительных карт из цыганского оракула и посмотрим, что ещё вам нужно знать. Три великолепные карты, ни одной негативной. Возьму ещё одну на дополнение. Первая карта показывает неожиданный улов, удачу, возможности, и они могут быть либо в работе, либо это что-то связано с финансами. Денежный улов, неожиданные возможности. Очень хорошая карта, но этому будет предшествовать огромный труд, ежедневный труд, я бы сказала. Поэтому удача войдёт в вашу жизнь не случайно. Рядышком выпала карта любви. У вас появится возможность с кем-то возобновить отношения. Кто-то по этой карте может влюбиться. Или вы кого-то сумеете влюбить в себя. Я уже говорила о том, что те, кто выстраивает свою личную жизнь, даже по раскладу я вижу замечательные карты. И здесь карты подтверждают то, что у вас с кем-то отношения будут стремительно развиваться. И человек, который будет рядышком с вами, всячески будет пытаться вам угодить. Для кого-то это возможность что-то обновить в основной работе. Тут может быть и приобретение чего-то ценного или для себя, или для семьи. Замечательные карты. Но четвёртой картой я вижу военного. Карта военных действий. И она говорит о том, что вам нужно быть постоянно на защите своих интересов. Те люди, которые находятся в состоянии войны, могут показывать службу в армии. Могут показывать любого военного человека или военные действия где-то рядышком с вами. Возможно, эта карта просто вас лишний раз предостерегает об осторожности. Уважаемые раки, таким для вас был расклад на этот период. Оставляйте обратные комментарии. Пишите, как расклад с вами проигрался. Был ли он вам полезен. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто ещё не подписан. Благодарю вас за просмотры. Я вам всем желаю счастливой, замечательной недели. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду непременно на следующей неделе в следующих видеопрогнозах. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok